итак мы все-таки подписались на туристический аттракциончик мы решили прокататься на лодочке вот это типа традиционная мальтийская лодка ну правда апгрейнута уже по современности с моторчиком но по виду она напоминает бывшие лодки на которых катались тут мальтийцы вот полчаса экскурсии принципе реально недорого 8 евро с человека 640 рублей и все вы видите абсолютно все вот о чем я уже говорил что малева лето состоит из трех частей то есть лима с одной стороны вот здесь этот город я к сожалению давно забыл на си как-то название вот а а ваннафор вот и значит а три города спутника валетты в принципе наверное заплатить 24 евро вот я почему по немножко побольше от снимаю это мы постараюсь дать виды причем марина снимает с фотоаппарата скорее всего мы дадим двойные двойное туда видео да то есть чтобы были видны где у меня лучшие виды где у марины мы попытаемся накладывать если у вас как у нас достаточно ограниченное время вы приехали на пять дней и вы не можете к примеру затратить на бега по этим городкам много и упорно то наверное чтобы получить общее представление это наверное неплохой вариант потому что так по крайней мере осматривая с боку все это достаточно хорошо папаху похоже соответственно гора городки они по архитектуре но может быть что-то там уникальное есть но как бы ничего такого чтобы выделяла одно из другого нету если же вы действительно хотите походить по этим городкам да то вот сейчас спереди не мне это суденышко которая едет спереди а то есть вот вдалеке если вы видите показалось показался паромчик паромчик вас за 280 перевезет из валетты соответственно в эти городки да и вы можете здесь погулять походить посмотреть эти эти города здесь также вот узкие улочки аутентичные старые домики и на каждом углу чувствуется дух дух мальты вот как раз вот он поползет также можно взять в большой прогулочный катерок он тоже катается но собственно говоря экскурсионная программа будет плюс-минус одинаково вот сейчас вы как раз даже больше за из этого уве увидите сейчас я немножечко может быть мы подойдем в той группе зданий я тогда потом покажу когда мы будем через сторону вот как раз так называемая марина это место для парковочки яхт парочка яхт здесь есть достаточно приличных явно видно что человек не бедствует как говорится которому принадлежат любая собственно говоря из этих я я я и вот это местечко немножко подороже и вот именно вот в этих местах снимали много эпизодов игры престолов вот с и в самой столице и здесь вы сможете заметить даже с даже с моря знакомые знакомые очертания но я уже заранее говорил что мальта собственно говоря это одна из любимейших локаций голливуда они сюда часто наведываются и снимают да не только собственно говоря голливуд здесь хорошая погода здесь хорошие виды и это одно из любимых мест для рекламщиков и для тех кто снимает клипы и другой другой другую визуальную информацию мы продолжаем наше движение по марине вот как раз тут много всевозможных яхточек и катерков запаркованная честно говоря не знаю кто из них яхта кто катер но конечно таких вот как те две нету но и достаточно приличные есть здесь вот мы дошли до точки как я понимаю сейчас мы будем разворачиваться и пойдем дальше держит данный юлька потому что у нас запланировать так сказать обзор на экскурсии вот опять кстати флаги вот любят они вывешивают эти флаги вот как раз флаг мальты и вот еще какие-то флаги тут висят вот флаг мальтийского ордена похоже на датский европейский союз и вот что вот классно вот обязательно кстати вот действительно рекомендую возьмите экскурсию да это конечно такое туристические аттракционы масс-маркет вот но в принципе для обзора и с целях экономии ваших ног действительно классная штука и что еще хорошо после 30 градусной жары вы будете 30 минут наслаждаться приятным ветерком да здесь вот действительно реально приятно да мы набегали набегавшись по валете немножко устали вы хотели пойти в кафе и вот ребенок уже за это не дай бог я боюсь что чебурахнешься она не держится даже нас ловко и будет неприятно вот и но мы нашли такой вот очень хороший компромиссный вариант перед их и в принципе недорого 24 евро это у нас получается до 8 евро с человека ты 1800 2200 рублей за полчаса ну это я скажу скажу я я отдыхаю что да но принципе учить учитывая что скажем вы все-таки находимся в евросоюзе цены у нас тут европейские да то есть ну я скажу так это недорого это стоит того и так вот мы подходим на наш продолжать наше катание на лодочке ближайшему месту средиземного моря вот там за этим восточком там уже средиземное море это можно определить по степени потряхивание лодки чем ближе к морю тем больше потряхивает лодка лодку и мы сейчас пройдем наверное последний такой из пунктов нашего путешествия вот кстати вот еще прет какая-то посудинка которая да но она включил чтобы мы не подъехали на дорогу посудины а мы должны с ней разминуться то что она большая и мужик абсолютно правильно решил что таранить нам ее не стоит в любом случае битве 3 козу будет не нашу пользу вот о чем я вам говорил где вот около этого монумента я пытался снять вот эти места вот сейчас вы видите вот эти будки да то есть это там тоже кто-то находится это какие-то типа датчик местного населения и вот если вы видите там они загорают они сползают купаются я говорю вот это вот не встретишь ни в одной сейчас проплывет лодочка это вот такой вот национальный шарный колорит ну как вы можете к примеру предположим в москве это неважно там в лондоне на берегу темп за чуваки для построили будки и купаются если мы предположим что их подходит соответственно по климатическим условиям но поле но это это самый центр города я предупреждаю что земля здесь и строения тоже достаточно дорогие но здесь умудряются настроить будки причем их ни одна ни две ни три ни четыре их тут достаточно много целая колония товарищей живет я думаю что если продолжать движение вдоль воды то еще больше вот этих удочек вот может быть потом как-то на нашей лодочке подплывем ближе я смогу захватить лучший кадр но вот там уже среднеземное море мы приближаемся снимали вот мы бегали по верху а сейчас мы катаемся по низу вот еще одна панорама вот то есть валюта и и три города как на бароне бегать там пешком так вот можно взять какую-то из лодочек и прокатиться но вот как раз мы к этим будкам подходим ближе тут вовсю царит движуха тут есть даже какая какая-то кофе юшка в этих будках я вот единственное так и не понимаю это просто какие-то кафешки или но судя по тому что местами она выглядит как действительно будки где живут люди дачки такие вот у товарищей потому что я не вижу особо возможности то чтобы сюда завлекали каких-то там туристов или тому подобное вот даже для водного пола есть ворота и вот они сидят и загорают вот тоже отличительная черта вот а люди вообще местные не парятся они находят какое-то место где можно сесть подстелить какой-то коврик и начинают загорать и все и пофигу и мы вот он загорает да нет это не кафешки это действительно будки которые значит не знаю как-то принадлежат или еще что-то вот местную товарищу вода кстати очень теплая вода реально теплая у нас такой практически не бывает я не знаю сколько но теплая награду 26 может быть 27 водка вдоль всего берега тоже вот интересно есть ступеньки вот этих ступенек мальтийцы но и не только мальтийцы конечно и гости валет и могут купаться вот тоже вот интересная достаточно конструкция вот такой гротик вот в этих скалах потому что крепость построена на скалах да и под скалами вот все вот эти вот так вот природа вот выдолбила это то есть вот мальтийские вот рыцари в свое время мы потом англичане они поступили очень просто они взяли природные уже данные и на них настроили крепость в результате получилось достаточно неприступная штука ну вот наше путешествие постепенно на лодочке подходит концу потому что вот спереди там это паром и которые катаются вот отсюда даже на остров гоза идет паром этот островочек час копейками мы тоже думаем на нем съездить потому что там виды там реально виды вот по дороге можно будет осмотреть все мальтийское побережье и хорошо нас снимать что тоже вот может быть можем вам рекомендовать и вот если вы хотите прокатиться на лодочках то визуально запоминайте вот значит сверху видны пушки это то и от от них вот это сады барак когда верхние есть еще и нижние не спутайте от них идет идет вот на лифте спускаетесь и там вот тусуются вот мужички с этими лодочками и можете взять лодку действительно реально рек рекомендую такая вот получасовая развлекуха да конечно это просто туристический аттракцион но 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 в данном случае этот аттракцион совпадает с тем что этот аттракцион экономит ваши ноги вы во-первых получаете красивые видовые фоточки вы их можете массу наделать во вторых получаете общее представление о валете и трех и о городах городах спутниках потому что пешкару сама бегать все это это было бы намного и намного тяжелее